И всем привет, ребят! С вами Mr.Bank. Я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посовещен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы протестируем новые устройства на корпуса, которые я вчера выбил в рамках нашего потненького контентика. Сегодня мы протестируем инженера. Посмотрим, как он себя будет показывать в рамках матчмейкинга. Посмотрим на комбинацию двух интересных дронов, а именно Гипериона и Инженера. Посмотрим на его эффективность. Ну а вы, если ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настрой игры в аккаунтике установите ему личный такток ТМП. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что касаемо вооружения, то сегодня мы вместе с вами сыграем на таком корпусе, как Крусейдер. Поменяем сразу на него дрон. Вместо мы драйвера возьмем тот самый заветный Инженер. Ну и по пушке, что мы можем взять такого интересного, чтобы у нас была возможность реализации Гипериона. Хочу я сегодня сыграть на Гиперионе. Так, ну наверное какой-нибудь... Не, рикошет не пойдет. Вот, Твинс! Твинс! Нормальная пушка. Думаю, что контентовая. Возьмем Твинса. С чем мы можем взять Твинса, чтобы было вкусно? Давайте возьмем с Пульсаром. Ну и под это все дело мы берем Гипериона. То есть у нас есть средняя комбинация, которая должна работать у нас на средних таких картах, не на больших. И постараемся реализовать Инженера. Напомним, Инженер работает на дополнительные ваши очки, если это работает так же, как работал дрон, за подбор каждого припаса, который есть на карте. То есть если это работает все именно так, то есть возможность лутать хорошее количество дополнительных очков. Так ли это на самом деле? Сейчас мы вместе с вами это проверим. Так, первую дроповую коробку я не успел забрать. То есть это чисто дрон саппорта, да, саппорта и лутки дополнительных очков. Если дополнительные очки здесь идти не будут, то в этом смысла я особо сильно не вижу. Так, у меня оделось все, да, вроде как все оделось. Так, дашка дроповая уже падает. Так, по... Ага, дальности нету, короче. Дропку я подобрал, но дальности как будто у этой всей темы нету. Надо попробовать еще подобрать. Иди сюда. Опа, Салира Мун. Это легенда Танки Спорта, который без единой игры забирал призовые места. Так, ну и пока что, если честно, я особо сильно не рад. Я особо сильно не рад. Нифига себе, он еще и с приваренной башней играет. Так, ждем хоть кого-то, чтобы кто-то поближе был. Вот он. Нету очков дополнительных? Дополнительных. Офигеть. А почему нет дополнительных очков? У нас должны быть дополнительные очки за инженера. Должны быть дополнительные очки за раздачу как раз-таки припасов. А если у нас дополнительных очков нету, то в этом нет никакого абсолютно смысла. Да, в реализации этого устройства. В моем понимании это должно работать все именно так. Ты должен лутать дополнительные очки за раздачу дропа тиммейтам. Но там и с дальностью как будто какая-то габела. И в принципе оно не работает так, как оно должно работать. Да, то есть в чем фишка вообще этого дрона дополнительного в виде устройства? В том, что он должен работать точно так же, как дрон. Но если он как дрон не работает и не дает дополнительные очки, он вообще раздает припасы? Вот сейчас будет падать здесь дроповая коробка, либо она уже упала. Я хочу вообще посмотреть, дает ли это вообще что-либо. Да, то есть дает ли он припасы тиммейтам? Он должен давать припасы плюс давать очки. Да, то есть если он не дает ни то, ни то, то значит вообще неправильно работает. Это все тема. Но если он дает хотя бы припасы, ну тогда это чисто саппорт для тех ребят, у которых нету устройств других. Да, иначе это какая-то шляперба. Так, ладно, начинает падать дроповая нитра. Ждем нитру и надеемся, что тиммейт сейчас не уедет. Тиммейт стоит, 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 стоит. Расстояния вообще нету. Вообще нет дистанции. Ни дистанции нету, ни очков дополнительных нету. Офигеть, я в шоке, честно. Честно, вот сейчас я в шоке. А что это за прикол? Это какой-то скам лютый. Пойдем проверим, то ли я одел вообще. Что-то я вообще не понимаю тут. У меня одет механик, инженер вернее. Ремонтирует танк при подборе любой коробки в бою. Не понял прикола. Так он хилит мне, что ли? Он дает мне, что ли, хпшку? Или что? Я не понял прикола. Он должен давать припасы. А, он хилит просто хп? Серьезно? Серьезно, он просто хилит мне хпшку за подбор дроповых коробок? И это все? Тысячу хп мне дает? Вы серьезно? Тысячу хп и больше ничего? Я немножко в шоке. Тысячу хп и больше мне ничего не дает. То есть за каждый подобранный припас я просто получаю тысячу хп. Не раздаю этот припас тиммейтам. И не получаю дополнительные очки. Да? Если я не ошибаюсь, то именно так работал этот дрон. Когда он был отдельно. Но, как вы видите, в рамках устройства на корпус это так не работает. Не работает. Да. Я в шоке. Я очень сильно в шоке. И немножечко, немножечко я офигел. Немножечко я офигел. Так, шикарную сосулендру. Нет, все-таки не шикарную. Подтрубчик все-таки даем. Ну, а дроповых коробок, конечно, играть... Такое себе удовольствие, если ты за это не получаешь дополнительные очки. Да? И, по сути, твой дрон саппорта не работает. Да? То есть не работает. Это работает на супер минималку. Да? Теперь я понимаю, почему это продается за кристаллы. И понимаю, почему в этом нету такого прям ажиотажа и интереса. Да? Если бы давали дополнительные очки. Да? За подбор каждого припаса. И этот припас бы раздавался тиммейтам. В этом дроне был бы огромнейший смысл. Да? А так ты только даешь 1000 хп. Да, эту 1000 хп можно реализовать. Но, как будто бы, это мало-мало. Да? То есть ты получаешь только лишь 1000 здоровья. Тысячу. Да? Если бы ты получал бы, условно, там, 2К, 1.5К. Ну, это выглядело бы, как минимум, интересно. И конкурентно способно, я бы сказал, наверное. Ну, вот если, например, сравнить с драйвером, да? Который мне дает возможность быстрого получения овердрайва. А тут я получаю просто 1000 хп без никаких дополнительных плюх. Да? Я считаю, что это крайне мало. Да? То есть если учитывать еще тот факт, что у меня есть, например, драйвер на Крусейдер. И я бы мог бы иметь, например, в 2 раза больше овердрайвов. То какой мне смысл от 1000 хп, да, условно, играя, например, там, на Гиперионе. Если я могу получить в 2 раза быстрее накопление овердрайва. Да? То есть если вот так вот чисто сравнивать, то, конечно, в этом плане здесь даже, ну, и сравнения нет. Даже и сравнения нет. Почему-то я думал, что этот дрон будет работать по-другому. Сейчас мы закончим катку. Зайдем еще на Википедию, почитаем, что там написано. Потому что в моем понимании работа этого дрона должна была быть именно такой, что я могу раздать припас своему тиммейту. И за каждую раздачу припаса получить еще дополнительные очки. А тут получается так, что я и припас не раздаю тиммейту, да, и очки дополнительные не получаю. То есть все, что я получаю, это просто 1000 хп. Просто 1000 хп. Жалкую 1000 хп. Да? Поэтому в моем понимании даже иммунитет какой-нибудь использовать будет грамотнее, чем это устройство. Ну, конечно, если у вас нет иммунитетов, да, и у вас упало только это устройство, то, наверное, в этом появляется определенный смысл. Хотя даже вот, например, на маленьких званиях эту 1000 хп можно реализовать грамотно, да. То есть за счет того, что ты, например, не будешь тратить дополнительные аптечки, да, и эти аптечки у тебя не будут тратиться, да. И ко всему прочему, ты просто играешь от дроповых коробок, как минимум подбираешь дроп, да, не тратишь дополнительные припасы и лутаешь тыщенку дополнительного хп, да. То есть если так реализовывать это дело, то оно, наверное, имеет смысл. Если мы рассматриваем легенд, да, и то, что у меня, например, с припасами нет проблем, то 1000 хп это крайне мало. Прям крайне мало, да, то есть поэтому я, в принципе, теперь уже понимаю, почему это устройство добавляется за кристаллы. Это как такая маленькая бонусная вещь, но ничего более, да, то есть ничего здесь жестче в этом плане нету. Даем хорошую сосулендеру по трем танкам противника, четырех соточкой очков, по ощущениям, мы сейчас закончим этот бой, потому что нас уже здесь закатают в мясную. Нет, все-таки еще пока что не закатывают, у нас 4 минуты еще есть, ну, как будто можно постараться еще очков побить. Вот, кстати, интересно, если я, например, подбираю дроповую аптеку, да, а, вот, видите, дроповая аптека тоже дает мне 1000 дополнительных хп сразу. То есть с точки зрения использования дополнительной дроповой аптечки, это тоже работает вкусно, да, то есть в этом тоже есть определенный смысл. То есть ты получаешь вместо 1000 хп моментальный, ты получаешь 2000 хп моментальный, да, то есть тебе не могут эту сбить аптечку, как минимум 2к хп ты получишь. Но в любом случае, как будто бы, как будто бы этого мало, как будто бы этого мало, даже при всем дополнительном бонусе. Так, что-то я туда, сюда вот надо мне зайти. Открываем Википедию и открываем устройство. Устройство на корпуса. Устройство на корпуса. И мне надо тот самый заветный инженер. Ремонтирует танк при подборе любой коробки в бою. Хороший инженер может собрать холодильник из подручных средств. Отличный инженер может залатать броню танка прямо на ходу. Легендарный инженер искажает пространство и заставляет снаряды лететь мимо. Со слов легендарного инженера. Подбор любой коробки дает 1000 хп. Да, вот именно такие параметры у этого дрона устройства. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Видите ли вы в этом смысл? Видите ли вы в этом актуальность? Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, мой вердикт, то что это можно использовать, но как будто это очень и очень слабо. Поэтому пишите свои мысли, будет интересно почитать. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.